12 июля – особый день в православном календаре, завершение поста, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Верующие спешат в храм, чтобы на всеобщей молитве вспомнить, как много веков назад совсем разных людей объединяла вера. Бедный рыбак и знатный гонитель христиан, уверовав единожды, не смогли более жить прежней жизнью и стали теми, кто смог убедить тысячи и тысячи людей, что Господь и есть истина. Апостолы Петр и Павел обладали особым даром убеждения и возможности говорить с каждым народом на его языке. И в этот день сугубые молитвы им о вразумлении и поиске своего пути в жизни, исцелении и дарования мира душевного. В монастыре близость Бога ощущается особенно остро. До прихода в обитель у каждого из братьев и насельников были свои взгляды и профессии. Сейчас, как и в давние времена, их таких разных объединяет молитва, служение Богу и ближним ради спасения души. Возглавил праздничную литургию насельник обители и иеромонах Петр. В будний день прихожан было не так много, но практически все они исповедались и причастились. Монастырские колокола в этот день звонили особенно пронзительно, ведь сегодня Святая Богородица Жадовская обитель прощается со своим летописцем, умевшим, как никто, передать всю полноту и красоту православного богослужения. Руководителем видеостудии Барышской епархии Дмитрием Гуриным. Он ушел очень рано, но оставил после себя огромный архив видеоматериалов о жизни епархии, еженедельно выходивших на телевизионных и интернет-каналах. Возможно, его талант помог кому-то в этой жизни найти свою дорогу к Богу. Марина Кижаева, Яна Сарксян. В память о наставнике Дмитрия Гурине. Редактор субтитров А.Семкин